Хозяйка 56-й квартиры в 39-м доме по улице Постышева продолжает противостоять захватчикам её жилплощади. Женщине пришлось столкнуться с организованной группой мужчин, которые под видом совладельцев пытаются проникнуть к ней в дом. Конфликт между настоящей хозяйкой жилплощади и бандой риэлторов длится на протяжении нескольких недель. Проникнуть к ней в квартиру злоумышленники пытались и раньше, но за последние три дня её дверь взламывали уже четыре раза. Сегодня неизвестный мужчина при помощи газовой горелки хотел срезать дверные петли. Однако он не учёл тот факт, что соседи Светланы окажутся дома и сообщат ей о происходящем. Вернувшаяся девушка вызвала на место происшествия наряд полиции. Узнав об этом, взломщик тут же запрыгнул в машину и скрылся в неизвестном направлении. Четвёртый раз за трое суток у меня вскрывают квартиру, вызываем наряд, забирают людей. Малозначительная доля в размере одной трети. У неизвестных мне людей мы не являемся родственниками. Не фактическая, не выделенная. Суд идёт, а выкупи доли. Всё в процессе. Как объяснила нам Светлана, эту попытку, а также три предыдущих предприняла группа риэлторов, которая якобы завладела третьей частью квартиры, ранее принадлежащей одной из родственниц потерпевшей. Сейчас женщина судится со второй стороной, чтобы выкупить у неё оставшуюся часть. Каким образом новым совладельцам удалось получить одну треть жилплощади, непонятно. Особенно если учесть, что пока идёт разбирательство, любые действия с этой квартиры по закону запрещены. К слову, никаких документов, подтверждающих право собственности на квадратные метры, у захватчиков нет. Всё, что они показывают, это копия доверенности, на которой нет ни печати, ни подписи. В этих условиях возросшая активность злоумышленников понятна. Ведь если суд примет сторону потерпевшей, то все притязания со стороны риэлторов станут недействительными.